АПЕРФЕКТ СЕРКЛ АПЕРФЕКТ СЕРКЛ отчаливает в отпуск, который нехило так затягивается, лишь изредка радуя преданных поклонников релизам синглов и ремиксов. Но история получает продолжение в 2018 году с выходом четвертой полноформатной пластинки под названием «Eat the Elephant». В отношении этой пластинки необходимо отметить, что сочинения и запись к ней велись аж с 2008 года, но в целом результат, конечно же, оправдывает ожидания, хотя 14 лет молчания для 12 песен это как-то слишком многовато. Тем не менее, это не повод пропускать альбом, равно как и саму группу. Вы смотрите это «Eat the Music». Поехали! Субтитры создавал DimaTorzok Обложка альбома может отпугнуть особо впечатлительных особ, но никакого звукового садизма на «Eat the Elephant» ждать не стоит. На удивление давних поклонников группы и критиков, саунд ее получился более артовым и мелодичным, с отсылками к разного рода прогрессивной классике. Не сказать, чтобы это могло как-то оттолкнуть, ведь те же фанаты уже давно привыкли, что «A Perfect Circle» — это группа не громкая, а скорее проникновенная. Под ее музыку хорошо придаваться воспоминаниям о прошлом, размышлять о смысле жизни, мечтать у окна, наблюдая за уходящим за полоску горизонта солнцем, поверить в Бога, разувериться в нем же, попытаться увидеть знаки судьбы, уловить сигнал с небес, в общем, сюда подойдет любое одухотворенное действие. Если вы, в принципе, способны к такому, эта пластинка вас тронет. Под заглавную композицию «It's the Elephant» хочется неторопливо потягивать красное вино и смолить сигары за просмотром нуар-фильмов. Очень повезет, если за окном в это время будет идти дождь. Дуэт фортепиано и ударных очень чувственен и превосходно дополняется проникновенным вокалом Кинана. Это отличный аперитив, который прекрасно разодорит аппетит слушателя. Клавишных на альбоме, кстати, довольно много, и это, как отмечают многие, сделало саунд релиза более мягким и менее роковым. Выдущий следом «Disillusioned» меланхолии не меньше, но она обладает несколько папсовым звучанием и отдаленно напоминает творчество тех же Star Set. Некое напряжение появляется уже в «The Contrarian», она как какой-нибудь лайтовый детектив, но вот «The Doomed» — это уже более энергичная композиция, и именно с нее стартует более-менее ощутимый экшен. «So long and thanks for all the fish» — это одно из тех творений на альбоме, которое, вероятно, еще долго будет жить в ваших плейлистах. Песня начинается довольно позитивно, но в ее недрах скрыта великая грусть о скоротечности человеческой жизни и о том, как со смертью знаменитостей уходят целые эпохи. Некоторые считают именно это произведение одной из лучших композиций, когда-либо написанных Кинаном и Хаварделлом. Вторая половина альбома в целом не отступает от взятого группой курса. Здесь все та же всепроникающая меланхолия, вот только формы она принимает довольно интересные. Возьмите хотя бы песню «Buyin' Down the River», первоначальная версия которой была обнародована группой еще в 2013 году на сборнике лучших хитов, а живьем исполнялся в 2011 и в целом является отражением более рокового саунда «Perfect Circle». Сами музыканты называют ее похожей на путешествие. С самого начала песня поражает богатством созвучия пианино и оркестра, но уже на истечении первой минуты вы услышите более характерную для группы атмосферную гитару Хаварделла. На протяжении песни ее интенсивность все возрастает и достигает апогея в тяжелом фрагменте со сменой ритма и гипертрофией ударных и гитарок. Самое светлое произведение на пластинке – композиция Delicious. После семи треков гнидущей атмосферы она как порыв свежего ветра. Это рок-композиция, где звон струн акустической гитары приятно дополняет сдержанный рев электрогитары, а бодрая вокальная линия зарядит вас оптимизмом. Но уже в тревожном инструментале DLB все возвращается на круги своя, и следующая за ним рисковатая Hourglass, чей финал обязательно придется вам по вкусу, покажется странной и даже сводящей с ума. Каждое творение Perfect Circle подобно некоему психологическому триллеру, и вовсе не обязательно, что после их прослушивания вас не охватит паранойя или экзистенциальный кризис. С другой стороны, наблюдать за развитием композиций техамериканцев – одно удовольствие. Они ведь не пытаются оказать впечатление громкими гитарами и душераздирающим воплем. Они берут интеллектом и неторопливой эволюцией музыкальных форм. По мнению некоторых, группе удалось высечь настоящий монолит, вот только высекали они его почти 15 лет. Дольше точит камень только вода. Но надо понимать, что A Perfect Circle относится к своему делу очень ответственно, и, главное, это легко услышать – гениальность, постигать которую совсем несложно. Ну а вы смотрели A Take The Music. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии под видео. Меня зовут Динар, до встречи в новых обзорах. Пока!